А здесь какие скоростные рыбки, как они плавают быстро. Зеленая какая интересная. Смотрите, пятнистая какая рыбка тоже. Вон еще одна зеленая вдалеке. Green Moray. А пятнистая Honeycomb Moray. Вот здесь тоже полосатеньких. Много. А за скалер? Для выдра. Для выдра? А откуда она сюда? А, вон оттуда, да, сверху? Да. Понятно. А выдра всего одна, да? Вот цветочек красивый. Дерево красивое в японском стиле сделано. Оно искусственное? Да, искусственное. О, какая интересная рыбка. Да? Интересная, я говорю, рыба. Да. Интересная рыба. Здесь тоже какие красивые, как прямо из мультика, да? Ага. Немо. Яркий какой, да? Оранжево-белый, да. Ага. Как его зовут, Немо? Ух ты, а этот, смотри. Смотри, что-то он дерется там с тетей. Мой. 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 А что он делает? Сопитиляются температуры. Хочет дети померить, а он не дает. Поробить. Не дает температуру, а он померится. Не дает температуру, а он померится. Ага. Классный, да? Да. То есть, если животных этих осматривают, да? Да. Ухаживают. Классно. Все стекло откатал. А здесь кто? О, еще одна змеюка. Как это называется змеяля? Сейчас интересно, пожалуйста. Красный, что-то там. Удав. Удав? Вот здесь очередные рыбки Немо из мультика. Вот это синенькая, видишь? Ага. Что там пошла в рабо-хирург. Вот это плавает, да? В мультике ее от Дори звали. В мультике Дори? Да. Это у нее память плохая? По-моему, да. А вот эта птичка, это что это птичка в итоге? Как? Тука. Классно. 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 Красотка, красотка. Ох, какой у тебя клюв. Классно. Что ты говоришь? Мега. Сказала? А если мы хотим приблиться к нему, фаблируя, там мы можем спросить. Там правда. Там. А, окей. А вот эта змеюха какая-то? Нет. Смотри, какая интересная. Рыба, да, тоже. Бамбуковая акула. Бамбуковая акула? Да. Первый раз в жизни вижу, а ты? Тоже. А вот тут, смотри, какой броненосец. Это не броненосец, это мячекоз. А, мячекоз. Ой, смотри, скотинок маленький. Ага. Скотинка маленькая. Скотинка. Вау. Вообще. Ой, 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 что делает. А, вот здесь просто ноги, да? Филинг делать. Да. Садишься и делаешь. Доктор Фиш. Рыба-доктор. А здесь кто, Олег? Это не пойму. А, скоро будет. Пока пустою, говорю. Смотри, смотри, смотри. А вот тоже черные какие-то, да? Это уже концовка, что ли? Да. Ой, какой ты красивый. Какой ты зелененький. Вау. Очень красивый. Классный прямо. Даля. Как зовут ее? Электрус. Электрический. Электрический. Такой игрок совет. Зеленый-зеленый, прям яркий очень. Знаю, передает мне камеру, но он там мега яркий. Здесь опять скаты. Акула, что ли, Олег? Да, это акула. Офигеть. А вот скат, смотри. Вау. Олег, а вот этот, смотри, с острием на хвосте. Вон, с той стороны, видишь? Кто это? Вот такой же. Манта. Манта? А вот акула, вау. А вот рыбинь, блядь. Где? А это тоже акула, может, нет? Это не акула. Акула. О, кушать далее. О, кушать далее. Я рекомендую, это кормовка. Это на окуне попозже делать. Да? Очень круто вообще. Куда пойдешь? Фоткаться. А сегодня мы попали на кормление вот этого зеленого красавчика. Кушает, кушает. Это у нас кто, Миша? Кака-ка-ра-ч-ку-ка-ку-ка-бу-ра. О! Да, правильно прочитала? Куку-бу-ра. Такие вот красивые птички, необычные, классные. Вот про них информация. Миша опять в какую-то кабинку залез. Акула? Это акула, да. А вот эта? А это же акула. Классные. Они в туалет пошли? Да. Закрыто. Только они, наверное, там. Кушает, как ты слышишь. Кушает, как ты слышишь. Смотри, тоже черно-красная какая. Интересная. Какие шустрые рыбки. Не трогай, Мишу-то. Миша! Вот тоже какая-то огроменная рыбка. Понравилось? Все, здесь еще можно сфотографироваться. Мы уже посмотрели все и всех. Всех потрогали, всех пощупали. Я так понимаю, здесь есть еще комната для этого празднования дней рождения всяких. И когда уже выходишь, ты попадаешь снова в магазин подарков, где можно купить всяких русалочек, различных вот таких носорогов, дракончиков, динозавичков. Что-то здесь ребятки мои рушат. Что ты делаешь? Смотри, я хочу купить. Даже, смотрите, можно толстовку купить. И толстовка такая. Сколько стоит? Ценники написаны? Ну, мы пока не нашли. Си-квест. Можно такую толстовку купить. Различные лего, дружки. Вот смотри, какая классная. Сколько такая стоит? Сейчас посмотрим. Вот ценник написан на лапке. 24 доллара вот такая обезьянка. С вот такими лапками. Пчелки вот такие. Ну, короче, здесь такой магазин-сувенирка. А вот. Слушай, ну, недорого, 29 долларов. Не сказать, что прям немысленно мы в денег, да? Носки, всякие сувенирки. А? Даже в сувенирном магазине змея. Змея в сувенирном магазине. Ну, это стоит. Все-нибудь. Купить можно? Ну, в сувенирном магазине. А здесь рыбки плавали. Ну, да. Майки тоже вот можно прикупить. А майки вот почему-то 24 бакса. Вот такие вот. А-а-а, с этим, с животным. На груди. Вот тоже, смотри, какая классная игрушечка. 22,99. Вполне себе адекватные цены. Вот эти, смотри, шапочки. Шапочки. Миша, не поставь. Поставь. Миша, поставь. Поставь, пожалуйста. Поставь, пожалуйста. Ты обещал, что не будешь ничего пленять. Поставь. Уже нам что-то говорят. Рыбки Немо. Покажи. Морская рыбка. Рыбки. Акулы. Классное место. Нам понравилось. Даже если платить в будние дни, получается там, не помню, 87 долларов. А вот тут обезьянки покрупнее. Вот она сидит. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Стоит она. Бесценная. Бесценная. Рюкзачки можно деткам прикупить. Короче, на любой вкус. Кошелек, что хочешь. Вон, кружки тоже. Вот такое вот заведение. Очень классное. Нам понравилось. Даже если аннуал паспорт. Что такое аннуал паспорт? Там какой-то паспорт они предлагают. Даже если оплачивать, то, наверное, оно стоит того. Если оплачивать, 87 долларов за семью из четверых в будние дни стоит оно того, да? Потому что это все контактное такое прям вот приближенное. Можно потрогать. Не где-то там далеко за решеткой и за этим экраном, да? Вот. А в выходные дни на нашу семью билеты будут 93. Чуть-чуть дороже. Ну, короче, до 100 долларов. Все. Мы уже насмотрелись. Можно вот еще акулу заснять. И уже пойти чуть-чуть поиграть в теннис. И двигаться в направлении дома. На престоранку не пойдем. А ты что, уже голодный? А, я совсем забыл. Выключите музыку. Смотрите кто. На, поснимай влог, Леш. Да, что ты не поснимаешь? Снимай ты. Откуда? В первую улицу. Подголовник я только могу снимать. Ой. Вот у нас новый водитель. Да, да. Теперь он тут гоняет. Вау. Олени. Ёлки. Деда Мороза. Здесь негреки. А вы на дорогу смотри, вау. Что только нету здесь. Красота. Нормально, я смотрю на дорогу. Работают профессионал, как говорится. У вас здесь быки такие классные. Как чуметь. Ты такой профессионал, а не отвлекай. И так страшно. И так страшно. Ты пристегнулась? Нет. Тормози, Олег. Что-то глянь. Машина выезжает. Не глядя. Будь внимательным, пожалуйста. Что-то здесь зимний. Что только нету. Куча машин стоит. Тут какой-то базар. Частный. А что он даже без навигатора уже ездит? А что тут прямая, езжай, вот там дом упрешься. Все тут легко и просто. Он на ранее не тормозит. Нормально тормозит. Мне не понравилось. Нормально тормозит. Останавливается на стопе. Не лети в черном. Специалисты у нас самое главное находятся на заднем сидении. Все, кто основные специалисты по вождению. Да, Михаил? Ты тоже специалист по вождению? А мы тут скромно присели спереди. Мы едем, едем, едем. А сколько здесь максимальное разрешение? 40. Олег едет 38-39. Он что, этим круизом не умеет пользоваться? Я рекомендую ему не пользоваться круизом. Потому что, когда он придется сдавать экзамен, у него будут проверять не умение пользоваться круизом, а? Тормози, 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 тормози. Что там? Он выезжает под тебя. Езжай, езжай теперь. Надо было, когда, сразу тормозить, а не когда ты уже это самое, почти... Уже врезался. Почти в него врезался. Если бы он выехал, ты бы в него мог всадиться. Олег, надо смотреть такие вещи. И слушать, когда говорят, притормаживать. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Машина трогается, выезжает на дорогу. Она тебя или не видела, или плохо видела. Ну, или вот такой же сидит. Да нет, там какой-то этот, с прицепом выезжал, торопился. Надо, в первую очередь, когда тормози, ногу убери с газа. Вот слушайся. Таким образом хотя бы. Ногу с газа убрал, ты уже тормозишь, уже не набираешь скорость. Вот опять стоп. Надо приторможивать. В общем, куча советчиков. Надо еще и хитриться доехать. При таком раскладе. Нет, при таком количестве советчиков. Да я сама чуть там этот не обделалась. Жесть. Какая-то меня укричала. Возила. Да вы тут сидите прямо, внимательно так смотрите. Ну что, спортсмены? Приехали в теннис поиграть? Есть, есть, оба хащи. Ракетки. Берите тогда ракетки. Там что-то столько теничистов. На одном поле, мы на другом поле будем. А, давай, иди, занимай наше поле. Я? Ну? Коротку накинь. Ну что, друзья, вот наше место тренировок. Еще один мяч в нашу копилку. Миша кинул? А так мы вокруг таких полей ходим, собираем бесхозные мячи. Вот. И вместо того, чтобы хотели купить их за деньги. 18 мячей стоит 10 баксов. Мы около 50 мячей нашли. Мы на одну площадку на другую площадку, мы все сразу будем. Вот и посмотрите, как это подавать. Никто ничего не смотрел. Закройте дверь. Да, да. Мы на этом поле будем. Зачем вы это делаете? Мяч перелетел. Ихний? Это он включал. Отдайте. Мы чужое не забираем. Только. Изолет. Олег, перекей. Олег, перекей. Все, будем играть, короче. Закройте дверь. А нога не должна быть за оленей? Обе ноги должны быть за оленей. Обе? Обе, да. Заступ был. Что? Заступ. Ну, тебя, по-моему, два раза коснулись земли. Ну, и что, Миша, неси желтый. Да, знаю я, что вы такие зануды. Нате вам. Пойдем? Не добило. Миша, по-перло. Миша, по-перло. Миша, по-перло. Миша, по-перло. Миша, по-перло. Вот. Отлично получилось. И площадку попала. Всем привет, друзья. Включила камеру, чтобы объяснить для особо непонятливых. Мечи мы собираем вокруг поля исключительно те, которые побросали американцы и уже за ними не вернулись. Их огромное множество. Многие мячи уже выцвели на солнце. То есть, они, если улетают за сетку, у нас есть такой спорткомплекс, где огромные высокие сетки. И если мяч улетает за сетку, американцы уже за ним не бегут. Американцы очень спортивные. Они огромные молодцы. Мы тоже к этому стремимся. И в теннис они играют очень хорошо. Мечи у них улетают в редких-редких случаях. Но поскольку это спорткомплекс и там постоянно кто-то играет, все улетевшие мячи, они бесхозные. Они нафиг никому не нужны. Валяются, как я уже сказала, многие из них уже просто выцвели на солнце. Какие-то забились грязью. Видно, что они уже не первый год валяются. Ну, а мы, как вы знаете, за рациональное расходование денежных средств. Если мяч грязный или выцвевший, но при этом он хорошо летает, в него можно продолжать играть в теннис. Почему бы его не взять? Таким образом, да, мы нашли огромное множество мячей. Хотели, как я уже сказала, купить за 18 мячей в Волмарте. Ценник стоит 10 долларов 99 центов, плюс налоги, таксы. Итого, там около 12 долларов такие мячи обойдутся в количестве 18 штук. Мы нашли уже около, наверное, на момент съемки около 50. Сейчас, наверное, около 60. Вот, потому что ты идешь, на поле никого, уже и игроков даже нету, и валяются мячи. Они абсолютно бесхозные, никому не нужные. Американцы за мячами этими не бегают, а вновь прибывшие эмигранты, которым нужно экономить, пока не брезгуют взять и такие мячи. У нас их, как я уже сказала, порядка 60. Я сейчас задумываюсь над тем, чтобы купить специальную корзину для мячей. Вот, и специальное приспособление для того, чтобы эти мячи собирать по полю. Потому что опыта у нас никакого. Играем мы крайне редко. Не так часто, как хотелось бы, скажем так. Поэтому играем мы ужасно. У нас 60 мячей просто улетают в разные стороны по полю буквально за 10 минут. Поэтому, да, мы нуждаемся в корзине. Она там специально такая на колесиках, высокая, чтобы не наклоняться за мячами. И специальное приспособление, которое собирает мячи. Это очень удобно. Вот, я думаю, что в ближайшее время на аукционе я себе такие штуки найду. Наигрались мы в теннис. Приехали в рейлис. Два дня назад мне ребята здесь по 47 центов индейку купили. Вот, вроде как акция закончилась. Все. Не говори, что? Все. Нажми боку, заблоку. Вроде как акция закончилась. За 67 центов мы можем теперь приобрести. Пойдем посмотрим, что-то здесь так прям приглушенный свет. Здесь всегда так интересно. Смотрите, рождественская посудка уже. Так, надо искать идеечку. А здесь такой приглушенный свет. Специально всегда так? Красивые цветочки. Орхидеи. Смотрите, разных цветов. Так, где птички? Пойдемте. Два за четыре. А мы плюемся от такой фасоли. Как интересно, смотрите, нарисовали дерево. Типа это сотрудники тут все? Как я знаю. Товарищ Майлович. Прикольно. Что дает. А, прям на веточке эти. Брюцельская капушка. Никогда я такого не видела. 4,99. Веточка? Каждую. Так, идем искать индейку. Спасибо. Спасибо.